Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, посетившие наш дом молитвы, желание моего сердца обратиться сегодня к Евангелии от Луки, 19 глава, мы продолжим чтение стихов, которые говорят о сегодняшнем событии, о сегодняшнем дне. Будем читать 40 стиха. Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им написано, «Дом мой есть, дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме первосвященники же, и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, я не стану сегодня останавливаться над событиями этого праздника, мы хорошо с ними знакомы. Я так подумал уже много лет, находясь в этом доме молитвы, ежегодно мы читаем эти тексты Священного Писания, мы рассуждаем об этих событиях, мы слышим проповеди, мы сегодня слышали чтение Священного Писания, Евангелие от Матфея, брат, читал, Евангелие от Луки об этих событиях, желание моего сердца, братья и сестры, что мы посмотрели вот за множеством голосов, которые были на этом празднике. Это были голоса восклицающих Асана, Асана сыну Давидову, благословен гряды во имя Господня. За вот этим торжеством, за радостью и ликованием людей, братья и сестры, я хотел, чтобы мы услышали голос Христа, голос Христа, обращенному к Иерусалиму. И в этом голосе, братья и сестры, и в этом голосе я слышу глубокую скорбь от тех, кто упустил благоприятную возможность обрести спасение. Это не просто, братья и сестры, был, знаете, голос отчаяния, голос обличения, голос сожаления. Мы прочитали, что, когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Нам нечасто приходится видеть в тексте Священного Писания в историях плачущего Христа. Но это было особое состояние, братья и сестры. Это была скорбь, наполненная о людях, которые упустили возможность обрести спасение. Тема моей проповеди, которую я сегодня назвал, для этого дня время посещения Твоего. Хотел, братья и сестры, что мы сегодня внимательно слышали нашим сердцем. Сегодня не только будет идти речь о событиях этого дня, о Иерусалиме. Я верю, что Господь желает нам проговорить нашему сердцу время посещения Твоего, время посещения Богом. Братья и сестры, для всех нас известно, что жизнь каждого человека, она подчинена времени. Хотим мы этому или нет? Время – это то, что мы имеем дело каждый день. С чем мы имеем дело? Братья и сестры, когда мы наблюдаем за нашу жизнью, наша жизнь находится как бы в подчинении вот этого строгого, неподкупного, беспристрастного, образно говоря, контролера, который отчитывает секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы и годы. И вся наша жизнь, она словно расписана по времени. Наша работа, наш сон, время учебы и даже время нашего служения. Братья и сестры, перед нами часы находятся, и циферблаты, секунды и стрелки, они показывают, что наше время идет. И мы подчинены даже время нашему служению, глядя на эти часы. Братья и сестры, если вы помните, в книге «Экклезиаст», мудрый Соломон, «Наблюдая за жизнью», он говорил такие слова, когда-то были записаны, «всему свое время, и время всякой вещи под небом». И он делает длинный перечень тех событий, тех обстоятельств, того, что происходит в нашей жизни. И он говорит, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, и там целый перечень. Братья и сестры, позвольте дополнить еще одну мысль к тому, что говорил мудрый Соломон. Братья и сестры, есть время, когда Бог посещает человека. Братья и сестры, есть время, когда Бог посещает человека, и есть время, когда человек упускает эту возможность. Иисус Христос говорит к жителям Иерусалима, «Ты не узнал время посещения Твоего. За то, что Ты не узнал время посещения Твоего, придут на Тебя эти тяжелые дни». Важно заметить, братья и сестры, что верное воскресенье Израилю представилось. Это удивительная возможность обрести спасение, которое они не воспользовались. Не во всякий день легко уверовать и принять спасение, которое предлагает Иисус Христос. Бывают дни, и этих дней бывает очень много, братья и сестры, когда не слышно голоса Божий, который тревожил бы наше сердце, который тревожил бы нашу совесть и звал бы нас к покаянию. Не потому, что Господь медлит, не потому, что Господь не говорит, братья и сестры, как я сказал, немного днея, потому что наше сердце часто бывает увлечено усуетой, заботой мы века сего. Мы заняты, мы вовлечены в процесс нашей жизни, нам некогда, и мы не слышим голос Божий, обращенный к нашему сердцу. Когда мы смотрим Священное Писание, братья и сестры, последний раз, Бог говорил через пророка Малахию к народу израильскому. Бог говорил последний раз пророку Малахию, и Писание говорит, мы смотрим, что прошло почти десять поколений, когда Бог оставил этот народ без прямого слова Господня. Как трудно уверовать, когда Бог молчит. Прошло четыреста лет, когда Бог снова обратился к Своему народу, и Он обратился не через ангела, не через пророка, но через Своего возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа. И когда Иисус Христос вышел на служение, Его проповедь звучала во всех городах и селах Израиля, и никто не мог пожаловаться, что Он не слышал, слов Иисуса Христа, которые призвали «покайтесь и веруйте Евангелие», потому что приблизилось Царствие Божие. Иисус Христос сделал все возможное, чтобы посетить множество сел, множество городов и призвать людям к покаянию. Никто не мог упрекнуть и пожаловаться, даже враги Его, которые ненавидели Господа, они признавали, что никогда человек не говорил так, как этот человек. Они понимали, что это особые слова, которые касались их сердца. Просестры, в этот день, который мы говорим, верно называют вход Иисуса Христа в Иерусалим, мы знаем, что пришли елены, пришли греки, и они обратились с просьбой к Филиппу, и они просили, говорили с такой с просьбой, Господин, обращаясь к Филиппу, нам хочется видеть Иисуса. Эти люди желали видеть встречи с Иисусом Христом, и Христос нашел для них время. Иисус Христос нашел для них время, для тех, кто ищет Господа всем сердцем, Он открывается, Он приходит, Он отвечает. Братья и сестры, каким благодатный был этот день, о котором мы сегодня говорим, Библия как бы оживала прямо на глазах, потому что исполнялось пророчество, о котором говорил пророк Захария. Люди видели, 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 что Мессия входит в Иерусалим. Это не каждый день случается, братья и сестры. Единственный раз в истории это было событие для израильского народа. Заметьте, Христос не сказал, о, если бы ты в этот год или месяц или даже в эту неделю узнал, что служит к миру Твоему. Нет, Христос сказал, о, если бы в этот день знал, узнал, что служит к миру Твоему. Братья и сестры, речь шла только об одном единственном дне для израильского народа. один единственный день была благоприятная возможность для народа израильского принять его как спасителя и Господа. Пройдет несколько дней, и Писание нам говорит, что Иисус Христос вновь подтвердит свою печаль, свою скорбь, и Он снова обратится к Иерусалиму с такими словами. Евангелист Матфей говорит очень хорошо об этом, 23 глава, 37-38 стих, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать вас как птица, собирает птенцов своих под крылья. Что произошло, братья и сестры? И вы не захотели. И вы не захотели. Я хотел, но вы не захотели. И 38-й стих говорится, «Се оставляется вам дом ваш пуст». Короткое слово «се», оно переводится как «смотрите». Братья и сестры, Христос говорит, смотрите за то, что вы не захотели, за то, что вы не узнали время посещения моего в этот день, не в этот год, а в этот день ваш дом оставляется пуст. Братья и сестры, первая моя мысль, когда Бог посещает? Мы сегодня говорим «время посещения твоего». Когда Бог посещает? Бог посещает, когда Он считает нужным, братья и сестры. Бог Он суверенный Бог, и к Нему нельзя записаться на прием и сказать «Господь, я хочу, чтобы Ты принял меня или выслушал, я приду к Тебе тогда, через неделю, когда уйду на пенсию, люди, некоторые говорили, когда оставлю свою работу, когда дети вырастут, когда будет время. Помните, когда один когда-то царь сказал Павлу «пойди», и когда я захочу или когда будет у меня время, я позову Тебя, но никогда больше не было время. Братья и сестры, Бог посещает тогда, когда Он считает нужным. Бог посещает, братья и сестры, для определенной цели. Он так заботится о спасении души человека, братья и сестры. Его посещение связано с тем, чтобы привести человека к спасению души, к покаянию. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обратились еще к одной книге. Это книга Иова в 33 главе. Обратите внимание, как здесь Ильиуй говорит, говоря в этом посещении Бога, человека. 33 глава с 14 стиха. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Братья сестры, это особый момент. Я сегодня говорю о том, что время посещения Бога, человека. Бог приходит к человеку для того, чтобы открыть его слух, для того, чтобы открыть его внимание и сказать, послушай, для тебя есть очень важное событие, для тебя есть хорошее сообщение, прислушайся к моим словам, братья сестры. Псалмопевец Давид переживал тоже эту встречу с Богом, не всегда в его жизни так было. И он говорит в 16-м псалме 3-й стих «Ты испытал сердце мое, ты посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». Давид описывает особое переживание, особое состояние, когда Бог тоже посетил его. И он говорит «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, что-то было особенное в жизни Давида». И он говорит «Искусил меня, испытал ничего не нашел». Какое прекрасное свидетельство говорит Давид, братья и сестры. Можем себе представить, сам Бог пришел, испытал, посетил, искусил, ничего не нашел. Если Бог придет сегодня, если Бог придет сейчас к твоему сердцу, дорогой мой друг, брат и сестра, посетить тебя прямо сейчас, обратиться к твоему сердцу, проникнет своим взором в сердце, можем ли мы сказать, Бог ничего не нашел? Или мы скажем, Бог нашел и нашел так много? И что мне с этим делать? Братья и сестры, Бог посещает для того, чтобы привести нас ко спасению. Бог посещает, когда приходит это время. Не думайте, братья и сестры, что так легко и просто. Апостол Павел говорит в своем послании к Галатам, 4 глава, 4 стих об израильском народе, об этом мире, в который пришел Спаситель. И он говорит, когда пришла полнота времени, когда посещает Бог, братья и сестры, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего единородного. Помните, послание евреям, 1 глава, 1 стих. Бог, многократно, многообразно, говоривший издревле в пророках в последние дни, говорил нам в ком? В Сыне, через Которого и веки сотворил. Братья и сестры, Бог посещает, когда приходит время. Мы не так давно отмечали, помните, праздник Благовещения. Мы вспоминали, когда Ангел Господень посетил эту девушку Марию и принес эту весть, а еще раньше Бог посетил в лице Ангела, помните, Захарию, священника. И помните, Бог сказал, за то, что ты не поверил, ты будешь молчать, ты не будешь говорить. До времени, когда родится сын, и когда пришло время, помните, этот человек, священник, который долгое время находился в молчании, и когда спросили, как имя назвать, он потребовал дощечку и написал Иоанн, имя ему. Написано, тотчас отверзлись его уста. И первое, что он сказал, братья и сестры, написано, что он был, исполнился Духа Святого Захария. И он говорил в Евангелии от Луки 1 глава 68 стих, благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление Ему. Он радовался, братья и сестры, не потому, что я благословил Господь, что дал мне возможность говорить, не радовался, не благословлял Господа, что Бог послал в старости сына им. Он благословлял Бога за то, что Бог посетил народ свой и сотворил избавление Ему. Когда Бог посещает, когда приходит время, установленное Богом, еще одна мысль, как Бог посещает и для чего Он посещает нас. Давайте снова вернемся к книге Иова в 33 главе с 18 стиха и 24 стих. Мы давайте посмотрим. Смотрите, как Елеут здесь говорит, для какой цели и почему Бог посещает, чтобы отвести душу Его от пропасти и жизнь Его от поражения мечом, или Он вразумляет болезнью на ложе Своем, жестокой болью во всех костях Своих, и жизнь Его отвращается от хлеба, и душа Его от любимой пищи, плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости Его, которых не было видно, и душа Его приближается к могиле, и жизнь Его к смерти. Братья и сестры, мы скажем, настолько Бог так твердо, настолько Бог жестоко, настолько Бог так грубо, можно сказать, подходит к человеку. О, братья и сестры, если бы мы видели, что происходит с душами, которые не принимают Господа в свое сердце, если бы нам были открыты глаза, что происходит с теми людьми, которые уходят из жизни, не приняв Иисуса Христа, один проповедник, проповедая Слово Евангелия, проповедуя об Аде, Он говорил, если бы я мог, я бы умолял вас, я бы просил вас прийти сегодня к Иисусу Христу и отдать свое сердце, чтобы вы не пошли в это место мучения. Друзья мои, это не запугивание, это предупреждение, это увещевание, это то, о чем Христос плакал, обращался к Иерусалиму и говорил, о, если бы ты в этот день узнал, что служит к миру Твоему, но ныне это сокрыто от глаз Твоих. Братья и сестры, поэтому Бог через этого человека в книге Иова открывает сегодня нам и говорит, что жизнь его приближается к могиле, приближается к смерти. И 23 стих написано так, если же есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, то Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилосевление. Если есть у него ангел-наставник, мы как-то говорили, братья и сестры, об ангелах, мы говорили о том, что Бог действительно это суть служебной духи, посылаемые для помощи, те, которые сопровождают нашей жизни, те, которые хранят, тот, который ополчается вокруг боящихся его, написан ангел-господень. И здесь говорится в книге, если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, то Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы. Я нашел умилостивление. Вчера мы с братом имели посещение теперь уже нашей сестры, которая обратилась к Господу на прошлой неделе в молитве покаяния, обретила радость, обрела прощение и в нашей короткой беседе нас свидетельствовала. Знаете, братья, сколько раз Бог стучал в мое сердце. Даже находясь здесь в доме молитвы во время вечери, я слышал этот призыв тихий в мое сердце. Я слышал этот голос, у меня было желание встану и пойду. Я нас свидетельствовал, я прямо себе говорила, я вот сейчас встану и пойду. И склоню свои колени и буду молиться пред Господом, плакать и просить прощения. Но чувствовала, что-то меня держало, ноги как пудовые, как цепи. Братья, сестры, когда Бог посещает? Не тогда, когда мы хотим. Бог умилосердится над ними, скажет, освободи его от могилы. Я нашел умилостивление. Братья, сестры, порой человек обратится к Богу от того, что настолько он погряз в грехе своем, в порочной жизни, настолько грех опутал его душу, его сердце, его волю, держит его в своих объятиях. И грех этот не обличается. Он не слышит этого обличения. Братья, сестры, в это воскресенье, в вербное воскресенье, как его принято называть, Иерусалим пережил сокрушительное обличение во грехе. Воя в храм, мы читаем, Христос вошел в храм и начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Братья, сестры, духовное состояние города Иерусалима определялось отношением к дому Отца Небесного. Духовное состояние Иерусалима, всего города и жителей определялось отношением к дому Отца Небесному, к храму. Вместо молитвы настроения, вместо покаяния и сокрушения, вместо гимнов поклонения в храме шла бойкая торговля с животными и голубями, и Христос резко обличал грех торговцев, выгнал их из храма. Братья, сестры, какая была благословенная возможность, когда мы прочитали, когда он пришел и начал совершать вот это, это тоже было служение, ревность по доме моем снедает меня. Это была прекрасная возможность после такого обличения покаяться. Однако, они не воспользовались этой возможностью. Мы прочитали в 47 стихе 19 главе от Луки первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его. Вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы открыть свое сердце Господу, склониться пред Ним, они ожесточили свои сердца. К сожалению, Иерусалим повторил судьбу городов, городом Капернаума, Вифсаиды, Хоразина, которые не покаялись, несмотря на множество чудес, которые совершил Иисус Христос в этих городах. И, наверное, совершалось то, что когда-то сказал пророк Иеремия, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились, ожесточили свое сердце. Братья и сестры, еще одна мысль, как Бог посещает. Бог посещает, братья и сестры, не только с тем, чтобы человека привести к Богу, не с тем, чтобы обличить его во грехе, не только с тем, чтобы человек осознал свое состояние и пришел к Богу. Братья и сестры, Бог имеет еще некоторые цели для того, чтобы ободрить нас, для того, чтобы утешить нас, для того, чтобы благословить нас, для того, чтобы приблизить нас к себе и получить особое утешение от Него. Когда мы читаем книгу Руфь, помните, когда-то женщина, в свое время, когда пришел голод в землю Израилева, они ушли с этой земли на поля Магавицкие, потому что голод наступил. И за этот период времени, пока находились, умер ее муж, умер два ее сына, и Руфь осталась с невестками. И написано так в первой главе книги Руф, шестой стих, там есть очень такой прекрасный стих, написано так, «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Мавицкий. Почему? Ибо услышала на полях в Мавицких, что Бог посетил народ свой, и что? И дал им хлеб». Братья и сестры, какие сильные слова, сколько в них благословения. Я думаю, настолько она возрадовалась. Бог посетил народ свой и дал им хлеб. В этом есть глубокий прообраз, братья и сестры, в этом есть особая надежда, благословение для нас, братья и сестры. Бог посылает не только земной хлеб и все, что мы имеем в жизни, братья и сестры. Бог желает посетить нас, дать нам духовный хлеб. Братья и сестры, давайте мы вспомним просто сегодня, находясь в доме молитвы, а сколько было таких моментов, где Бог нас особо посещал. Там, когда, может быть, оставались в тишине, наедине, Господь приходил в нашу жизнь. Он посещал через слово, посещал нас через молитву. Сколько раз Бог посещал, может быть, звал в дом свой, звал на собрание, это тоже посещение, братья и сестры. Когда Бог приходит в тишине нашего сердца и посещает нашего внутреннего человека, чтобы поддержать, чтобы укрепить, чтобы благословить, чтобы наставить, чтобы облегчить. Давид обращается к Богу и говорит ему в Псалме 8, 4, 5 стихе, «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его». Можем себе, братья и сестры, представить, братья и сестры, как мы порой не ценим это, как мы теряем эти минуты благословения, когда Бог желает посетить нас. Нам некогда, мы заняты, мы заполнены чем-то другим, и мы порой, братья и сестры, теряем время посещения Господа. И последняя мысль, братья и сестры, мы говорили сегодня о времени посещения Господа. Когда нас Бог посещает, как Бог посещает, для чего Он посещает. И последняя мысль, братья и сестры, коротко будем молиться, не упусти время посещения, потому что Его, может быть, больше не быть. Для Иерусалима был это только один день, хотя на протяжении всех времени, сколько Господь находился на той земле, проповедовал, призывал, говорил, но это был особенный день, и Христос Сам об этом сказал. Это время Твоего посещения. Братья и сестры, не всегда, я хочу сегодня сказать, будет, когда Бог посещает наше сердце. Пророк Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, потому что не всегда так будет, чтобы Господь близко приходил к нашему сердцу. Один поэт сказал такие слова, не опоздай, склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года, Твоя земная темная дорога вмиг оборвется, может, навсегда. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень, не опоздай, склониться перед Богом, чтобы вечный дом вернуться из гостей. братья и сестры, мы прекрасно понимаем, что мы все здесь временные гости. И когда-то наступит момент, когда нам нужно будет предстать пред Богом. Кто Он будет для нас? Кем мы Его увидим? Скажем ли, вот Бог, на Которого мы уповали, Которому отдали нашу жизнь, наши сердца, либо мы будем стоять с постыженными лицами, потому что мы не узнали время посещения моего сердца? Знаете, один человек написал книгу, которая называется «Письма из ада», автор этой книги Левис. И он там интересно представил, по-своему представил, как с собой выглядит ад. И он описывает человека, который проходил бесконечную и мрачную пустыню. И он видел повсюду сидящих в отчаянии людей, которые держали свои головы в руках, то есть они сидели приблизительно вот так и в чем-то глубоко молчали. Наконец спутник подошел к ним и спросил, о чем вы так думаете. И они ответили об имени. Был ответ о имени. О каком имени снова спросил он. В том-то и дело, что мы не знаем о каком имени, но мы знаем, что когда мы еще жили на земле, то мы слышали об одном имени, через которого можно получить спасение. Но тогда мы не придавали этому значению. Мы не пренебрегали тогда этим именем и теперь находясь в аду мы не можем вспомнить это имя. И путник произнес это имя Христос. Они не обратили внимания. Путник громко сказал Христос, они сидели и держали свои головы в руках, не реагировали. Он громко, как гром прозвучало среди этой пустыни миллионов людей. Иисус Христос! И они не отреагировали. И автор подводит эту мысль. Эти люди навеки, навсегда потеряли способность слышать имя Иисуса Христа. за то, что ты не знал время посещения твоего. Придут на тебя дни, когда враги твои обложат себя окопом и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы будем молиться сейчас Господу. Если это время, эти два часа времени, которые мы находились здесь, слыша Слово Господне, было время посещения для нашего спасения, для нашего обличения, для нашего утешения, у нас есть возможность сегодня склониться пред Господом и сказать, если есть у нас в доме молитвы, которым Господь обличает сегодня, говорит, это день твоего посещения, приди сегодня Господу, не стесняйся, открой свое сердце для Него, склонись пред Ним, исповедуй грех, Господь помилует и благословит тебя, а для тех, кто знает как Господа и знает Его имя здесь на земле, и это имя не только в устах нашим, но в сердце нашей, в жизни нашей, мы можем преклониться, поблагодарить Его в наших молитвах, аминь. Помолимся. Продолжение следует...